Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1295. Событие дня. Якова 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей за 3 июля 2019 года. Мои объявления. Тормозите, чтобы просчитать можно было курсором. Сергей Пупков докладывает, как дело, кто приезжает. Благодарит за молитву. Ну что вчера? Тут домик называется Иосифа 1. Картошку нужно было еще кучить в разных местах. 3 места. Поправились. Решили после обеда поехать на шлюз. Я достал старый бредень 12 метров длиной, мелкенький такой. Бывает стройка идет и зеленым закрывает, как покрывалом. Где-то я что-то выпросил. Видно, шил. Ну такое все нарочно. А до обеда Игорь Дебунов убрал в Тарасе и Нестора и поймали одного карасика. И каждый, наверное, по гальяну. Ну, совсем нет, не берет. Для меня диво это. Знаю, что там рыба есть. Проверено. Ну и мы здесь тоже зашли. Далековато. Распределили роли. Володя протягивает дальше. И этот, который связывает русло. И наш шлюз. И туда подтягивает медленно-медленно. Вода-то задерживает. Плохо проходит через... Ну, мелкая-мелкая такая сеточка-то. А Игорь снимает. А ребятишки специально им вырезал кленовые прутья, чтобы они по воде били. От берега рыбу отгоняли. Но мы не можем перехватить. Он расширяется и мимо уходит. А когда ближе будет, чтобы они пошли уже навстречу и били по воде, хлопали, как бы загоняли. Загонщики. Когда вот флажками обкладывают зверей, кто-то стоит в засаде, ждет, когда волк выскочит. А другие только кричат, свистят, чтобы выгнать зверь. Так и здесь. Ничего не известно. Но когда мы вытащили, то оказалось, что кое-что есть. Я просил тут Устиновых ребят. Ловят они там мордушкой. Карасиков, если будут, штук десять хотя бы на Рыжковский перенести. Там карасей нету. Не встречал я. А получилось так, что сразу мы отвезли около четырехсот туда. И еще рыбы, мальков этих. Примерно полных два пятнадцати литровых ведра. Это все мы засняли. Показали. Мелочь такая. Но здесь обработали быстро. Печь затопил Володя и туда их. Сегодня узнаем, как сегодня у нас уже четверг. Игорь там, который карасики разделал. Не хоть небольшие, но больше. Те дурки, которые совсем маленькие там пятачки. И заказали пирог один на карасей, а другой на гальянов. Из гальянов. Вот сегодня будем узнавать, как там и что. Промыли они вот. Здесь просушили. Надвигается как бы непогода. Далекий горизонт темнеть начал. Вот это все день один. Здесь деревни-то как? Там раздеты. Шли в рубашках. Паут кусает. Паут это вот слепий. Ну и решили еще один раз пройти. Посмотреть. Может быть мы разбудили. Или там был карасик. Тоже маленько еще вытащили. Не два-три карасика-то. И кошек накормили. Все у нас как положено. Это события дня. Получаем события, что вот завтра, то есть в пятницу, уже с утра подъезжают люди. Мы готовимся. Где-то должно быть экзаменационная комиссия из двух приходов. Церковно-приходской совет. Созвонили с Барновулы, чтобы приехали здешние. У них, кажется, три человека. Тут двое будут. Задавать вопросы, ответы. Ну надо готовиться. Так. Посмотрим, как это дело будет выглядеть. Думаем это так, а Бог его знает как. И по милости Божия. День наш закончился благополучно. Все у нас есть. Ребятишек-то мало. Ждем 10-го. Галендухин Владимир приезжает с Катеринбурга. С детьми уже назначено. Так и здесь. Все на этом. С Богом.